я помню мы тогда шли делать ремонт в квартире маму помогали и игорь по дороге говорит вот у меня есть такая идея о том что происходит концы света каждую неделю однажды я наткнулся на картинку на ней не было ничего такого сверх естественного просто была картинка там полно разрухи какие-то телефонные столбы перевернуты порванные скомканные машины если я правильно помню куски асфальта и в общем не вроде не было ничего особенного но меня зацепила надпись название название было мне не знакомое она называлась doom's day я не знал что это за слово но понял что она состоит из двух знакомых не слов это doom то есть обреченный и да и все знают это слово это конечно же день изложил получилось что это такой судный день апокалипсис и мне показалось забавно что doom's day звучит как дождь и день рождения и вот тут все начало складываться конец света как день рождения как тот же праздник который происходит один раз в году я подумал может ли это происходить чаще и во что это может ли вылиться и забавно ли это будет мне показалось это забавным и я записал идею и сказал саш его смотри у меня такая идея сашка саша сказал о прикольно можно что-то из этого сделать потом мы впоследствии это развили что есть дополнительный день 8 в неделе когда происходит этот вот апокалипсис но этот день непонятно когда он происходит когда случается 8 день в неделе но не стоит прыгать от радости 8 день отнюдь не выходной в этот день мы затеив дыхание ждем очередного конца света и я помню когда я услышал эту идею подумала крутая идея тем более на тот момент было очень на слуху проблем от этих апокалипсисов конец года обещал что наступит конец света меня эта мысль немножко так захватила тем что это было с какой-то стороны забавно люди ждали конец света как какого-то праздника и мне очень понравилась эта идея я я сразу понял что мне есть что-то крутое классное сказал игры да здорово давай возьмемся за эту идею монстры еще не везде но это лишь вопрос времени они приходят за нами каждую неделю без стука мы не знаем ни откуда они появляются никогда их ждать снова для нас завтра это всегда мы не хотели повторяться поэтому подумали что возможность каждую неделю пускать в этот мир разных монстров позволит создавать более интересные истории и не всегда непредсказуемые всегда необычными концовками рисуешь и рисую двадцать третью страницу 23 это то есть 24 уже последняя как я хорошо считаю это ты молодец как бы не было полной картины того как все будет выглядеть даже кто будет нашими персонажами и мы бродили обсуждали что может быть интересного в этой идее что мы можем рассказать на эту тему одно за другим появился персонаж оливер но тогда у него не было имени просто не помню по моему саша вспомнил говорит он у тебя есть такой персонаж либо я саша сказал что он сидит и у тебя переключает телевизор я не помню потому что я тоже тогда представлял думал рассуждал на эту тему что кто может быть нашим персонажем как бы я себя повел в той ситуации если был конец света и был такой момент что я просто подумал не знаю я вы просто сидел ничего не делал дело то что мне нравится сидел смотрел телевизору любимые программы и просто ждал будет не будет всего пусть проходит мимо если будет и мне показалось это забавным и помню мы сашей сошлись менее и вот этот персонаж на картинке он как раз подошел под вот такое описание мы подумали вот от него можно отталкиваться он будет нашим главным одним из главных персонажей но нам нужно было искать еще и других персонажей на самом деле мы хотели с игорем заниматься созданием мультфильмов и когда вот эта идея пришла с самого начала игорь сказал что это будет комикс потому что мы знали что создать фильм мультфильм целиком от начала до конца будет очень сложно для нас двоих и конечно рассчитывали что на комикс идет ну максимум три месяца но сейчас мы поняли что это довольно большой объем работы и мы замахнулись довольно высоко своей свою планку поднять в новом мире трудно оставаться в стороне когда тебя постоянно норовят съесть или выпить однако некоторым это все же удается вот так я услышал об идее и сразу подумал что она зацепит не только меня но и всех кто будет ее читать и впоследствии это действительно было так потому что когда мы представляли идею на кино хакатоне нас пригласили то людям в зрительном зале которые там сидели мы их видели через skype идея очень понравилась мы видели это по лицам и нам показалось здорово что мы не зря стараемся мы не зря делаем это и нам стоит продолжать в любом случае это здорово есть отклик но мы с самого начала не знали как это делается а как вообще делаются комиксы и пока мы обсуждали идею то будет персонажем чтобы происходить в комиксе появлялись какие-то отдельные моменты отдельные фрагменты которые не относились допустим первому эпизоду первому выпуску мы представляли что вот здесь это ему приснится вот во сне или это с ним произойдет вот там но это будет не в первом выпуске это будет пусть это будет в следующем выпуске или через выпуск и мы вот так вот делали заметки или я специально зарисовал такую картинку которая была атмосферной это была первая зарисовка того где как я видел как выглядит квартира оливера где он живет его расположение вот этих предметов мебели его и в общем такая набросковая она помогло запечатлеть образ того что было в голове очевидцы сообщают о нападении свирепых пчел убийц мы настоятельно вам рекомендуем оставаться дома уже не знает что придумать в этих новостях что дальше уссурийские тигры открыли фон защиты вымирающих браконьеров на первых порах когда пришла идея я не думал о том что прям она захватит всех 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 я просто пытался сделать то что мне нравится и думаю что он может понравиться и другим что интересно в этой идее в том что спустя сколько три четыре года она до сих пор не потеряла своей актуальности и прелести и своей крутоты это здорово привет привет это игорь и саша вы позвонили на наш видео авто ответе если вы слышите это сообщение значит нас нет дома оставьте свои комментарии и лайки под этим видео и наверное посетите нас на одном из наших сайтов нашей группе в соц сетях если вам стало скучно посмотрите другие наши видео спасибо спасибо игорь сейчас поет песню beyonce ай да 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 погады грузинская грузинская